Печальный конец памятника архитектуры. В среду в 17 часов 15 минут по линии 01 города Иваново поступило сообщение о возгорании Успенской церкви на улице Фрунзе. Пожарные прибыли на место происшествия в течение трех минут, но из-за несвоевременного сообщения время было упущено. Сообщение уже произошло, когда оно вышло на кровлю. То есть сообщение уже было от людей, которые проезжали по мосту, то есть от прохожих, от водителей. То есть такие уже здания отстоять невозможно, когда сообщение было настолько затянуто. Время сообщения о пожаре. Едва начавшись, пожар распространился под кровлей на площади 300 квадратных метров. Людей на момент возгорания в здании не было. Пожарным пришлось вскрывать замки. Кое-какие церковные реликвии огнеборцам удалось спасти. Но большая часть икон и прочей утвари сгорела. Огнем уничтожена роспись стен, представляющая историческую ценность, недавно обнаруженная в ходе реставрации. И сам памятник деревянного зодчества 17 века уже не спасти. Здание церкви пятой, самой низшей степени огнестойкости. О предварительной причине возгорания пока говорить рано. Тут будет работать испытательная пожарная лаборатория. Но она будет установлена в кратчайшие сроки. Напомним, последние два года памятник архитектуры федерального значения реконструировали. В июле этого года в эфир нашего телеканала вышел сюжет о ходе восстановительных работ. Тогда подрядчик жаловался на плачевное состояние коммуникаций храма. Здесь нет ни системы отопления внутренней, ни нормальной безопасной системы электроснабжения, электрической разводки. Также отсутствует пожароохранная сигнализация. И эти работы необходимо выполнить просто для безопасной эксплуатации этого храма. Реконструкция не была завершена, но уже обошлась в 12 миллионов рублей. А в конце октября, когда в нашем городе с официальным визитом находился министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, губернатор обратился к нему с просьбой о выделении средств на завершение реставрации деревянной церкви. Был получен утвердительный ответ, но работы уже не будут закончены. Стала ли неисправность причиной возгорания или действия умышленного характера, станет известно позже. Пока ясно одно – Иваново лишилось одного из старейших памятников архитектуры. И кто-то в этом виноват. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.